добро пожаловать на вторую часть моего путешествия по архизу напомню что в первой части мы поднимались на панорамную смотровую курорта архиз посещали древний храм и немного говорили об истории в этом же выпуске мы пойдем с вами исследовать самые красивые маршруты архиза нас ждет с вами хайкинг и ничего кроме хайкинга а пока мы не начали не забудьте поставить лайк этому видео и подписывайтесь чтобы не пропустить третью серию про архиз и следующие выпуски про маршруты дамбай а одна из местных топовых достопримечательностей это софийские водопады и софийские озера и из архиза организуют экскурсии как раз вот к озерам и водопады сразу же про экскурсии про ценник можно взять машину семью машины начинаются минимальная цена которую я нашел было 5000 за машин если вы как бы там один человек да и хотите присоединиться к какой-то группе допустим то на человека как правило где-то ценник от двух с половиной тысяч и везут они на уазиках на уазах либо можно квадрик взять в аренду я говорю а как вообще туда ехать могу я сам туда доехать они говорят ну типа там дорога непроходимая то есть только на уазе я говорю у меня как бы внедорожник они году если тебе не жалко свой внедорожник то как бы фигачить вот видите как они едут багажнике люди здесь пешком с рюкзаками идут я говорю я попробую значит по расстоянию мне показал от нашей гостиницы ехать тут точки финальной на автомобиле 16 километров а потом еще оттуда идти пешком лесная дорога никакого асфальта я сейчас еду с скоростью 10 километров в час потому что передо мной еще машина то есть но машин достаточно много идет вот в сторону софийских водопадов получается мы едем и мне сейчас показывает 8 километров 600 метров до финальной точки вот я еду вот так по дорожке по гравийной конечно если в дождь и ребята попадете тут будет я уверен что все размыто будет очень неудобно в общем правы были те люди которые сказали мне что я не проеду ну или тяжко мне будет поехать короче мне осталось где-то 6 половиной километров это до финальной точки дороги как он сказал потом еще типа идти ну плюс минус отсюда где-то полтора два часа пешком я решил ставить машину его нафиг рисковать и шуровать на камере не виден наклон но поверьте мне нехило вот видите камни как торчат вы бы здесь можно по одной стороне объехать но есть участки где прям сильно выпирают камни ну вот и почву прям влажное колеса скользят здесь еще ребята умудряются гонять на местных этих ладах приорах буксуют дым стоит я особо немного прошел но уже переоделся ребята мне нужно так жарко утром я встал когда 7 утра 730 где-то было на улице около десяти градусов прохладно да сейчас 12 часов меня показывает термометр 20 но мы же в горах высота 1685 метров вот мой гармин и любимые показывают здесь солнце эти 20 градусов чувствуется конечно своем по-другому особенно когда прешь так с рюкзаком видите у меня там дрон камера в руке такая физическая нагрузка конечно так какие плюсы и минусы то что мне пришлось бросить машину давайте плюсов естественно хайкинг нагрузочка тренировка вот если только спрашивал где спортзал мне никто не ответил а вот он оказывается спортзал выходишь вот тебе весь спортзал большой открытым небом солнечные ванны отлично да особенно когда вы бледные приезжаем откуда откуда-то с севера до следующий плюс когда едешь на машине на внедорожнике вот даже ехать там ну час допустим скачешь я не представляю как снимать то есть ты скачешь так что можно выпрыгнуть из машины и сразу же улететь куда нибудь на дерево а так можно идти спокойненько себе снимать кадры потрясающе просто природа у меня даже вчера ребенок шестилетний вышел на камень забрался играть боже какая красота дети дети не соврут точно это могу понимаете рекламу тут делать архизу вот эту ее делать не надо про плюсы я сказал давай зерк минусом минус 1 машину я бросил просто на дороге ну точнее как бы не совсем на дороге чтобы не мешаться будем надеяться что я приду вернусь обратно и она там будет еще стоять с целыми колесами минус 2 у меня еды никакой я же подготовленный турист понимаете мне самая важная камера у меня весь рюкзак в камерах две бутылки воды воды 0 то есть сегодня у меня разгрузочный день я уже понял надо дойти но если что будем кушать какую-нибудь я не знаю травку ягоду искать собирать я рассчитываю что я приду туда к водопаду у меня там будут ждать местные с шашлыком конечно еще один минус то что я не за рулем и поэтому пока я иду мне скучно мне трендеть не с кем поэтому я буду трендеть с вами и вы будете слушать все мои мысли вслух если вам не нравится слушать мои мысли все мои рассказы то сразу перематывайте дальше туда где красиво и и Я, кстати, видел ребят, которые бегали. Здесь прям группа, видно, что подготовленные. И разговаривал я со своими друзьями. Здесь в Архизе также проводят сборы, различные секции. У меня ребята по тэквондо приезжали сюда. Ниже оставались две недели, у них были сборы. Вот как я понял, то есть я видел ребята, которые бегают. То есть 100% какие-то легкоатлеты. Здесь видел ребят, которые на великах приезжали сюда, на горных, тоже группами. Если вы занимаетесь спортом активно, любите бегать, допустим, здесь нереально круто, нереально крутые маршруты. Даже просто вот такой сделать трейлран по горным тропам очень круто. Я бы с удовольствием сделал, если бы мне не надо было тащить вот эти все рюкзаки с собой, если бы я не снимал. И я с удовольствием, потому что я занимаюсь любительским триатлоном, бегаю, катаюсь на велике, плаваю. Любительски, непрофессионально. А сейчас мне надо преодолеть речку. Так, вот такие бревна валяются, посмотрим, что дальше. Тут во все стороны такие небольшие русла уходят. Да, пока это единственное бревно, которое мне пришлось перейти. И спокойно пока иду. Я сейчас прошел чуть больше 4 километров. И я ни капли не жалею, что пошел пешком, потому что я останавливаюсь, могу поснимать, пофоткать, насладиться. А вот ребята, которые едут на УАЗах, да, они едут быстрее, да, как бы это прикольно, круто, но вы достаете камеру свою и вот так вот все скачет. Вы же понимаете, УАЗики тоже не будут ради вас все время останавливаться, чтобы вы там делали фотки. У них же тоже время свое, да? У вас будет ограниченное время на этих УАЗиках. Ну, либо берите тачку, ну, в смысле машину с собой, да, сами арендуйте водителя и вперед. То есть, в принципе, сейчас маршрут несложный. То есть, там не надо по скалам карабкаться. Маленький лайфхак, когда будете в горах здесь, в Архизе или в Донбайе, когда будете ходить по полям, по долинам, обязательно смотрите под ноги. Потому что в округе пасутся коровы, есть вот такие вот небольшие домики, лошадки. Вот, ну, сами понимаете, это как в том анекдоте, да, когда мужик бежит по лесу, споткнулся об корягу, пролетел 10 метров и лицом в коровью лепешку, бух, встает, отряхивается и говорит, хух, слава богу, что не наступил. Вот здесь та же самая история. Вот в таких домиках, небольших, здесь, где у них пастбище, у них можно купить молоко, айран, есть какие-то там продукты. Вот где настоящие эко-продукты без какого-либо ГМО. КОНЕЦ Еще небольшую речушку мне пришлось преодолеть. Да, ребята, если вы голодные, если у вас с вами что-то случилось, хотя здесь вряд ли что-то может случиться за 2 часа, ну, все-таки, не надейтесь, что вас кто-то будет здесь довозить в редких случаях, потому что в основном сюда катают, конечно, не за бесплатно, а если кто и на внедорожниках, ну, скажем, на своих, да, едет сюда, то их очень мало, как правило, они полные, то есть тут ребята едут сразу же с семьей, с друзьями. Как узнать, что вы дошли? А я думаю, что тут не надо объяснять, как это узнать, когда вы доходите, тут кафе, сувениры, короче, есть все, и я спасен. Я буду накормлен в итоге. Интересно, принимают ли они карты. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Дима Тусьдор Накормили меня в кафе у белочки. Отличный лагман. Шикарный кофе растворимый. Тархунчик газированный. Все как надо. 400 рублей. Карты не принимают. С пятерки сдачу дали. 1984 метра. У меня часы показали высоту. Получается я поднялся почти на 400 метров. По километражу 7,240, но я еще продолжаю идти. То есть это 7,240 это до Белочки, до базы. Я еще продолжаю идти туда дальше. Я иду дальше от Белочки и заблудиться, ребята, не получится, потому что везде стоят синенькие метки. И в принципе водопады вот они у вас. Хотя люди встречные мне говорят, что идти далеко. Одними из самых красивых водопадов не только Архиза, но и всего Кавказа являются водопады горы Софии. Гор София уже сама является достопримечательностью, так как является второй по высоте горой после Пшиша. Ее высота 3637 метров. С названием этой горы связаны, собственно говоря, главные достопримечательности Архиза. Это водопады Софийские и Софийские озера. И маленький спойлер. Несмотря на то, что озера называются Софийскими, находятся они не рядом с водопадом. От них еще придется много идти. Если брать все расстояние от моего отеля в курорте Архиз до Софийского водопада, то он составляет около 18 километров. Сама же тропа к водопаду начинается с Софийской долины. Ее также называют ледниковой фермой. Водопад набирает свою силу летом, когда ледник тает, и тогда высота водопада составляет около 90 метров. Ребята, водопады мы с вами посмотрели. А сейчас отсюда же из долины, из кафе Белочки, я двигаю в сторону озер. Не знаю, дойду ли я до туда. Короче, я решил пробовать, рисковать. Потому что мне сказали, что идти в три раза дольше, чем до водопада. Так. До водопада я шел, получается, плюс-минус еще минут 40-час, в зависимости от скорости человека, что у него там сзади. И я снимал, то есть я с дрона снимал. Поэтому и я быстро торопился, чтобы как бы постараться успеть, да, скажем так. Но опять же, я не знаю, успею я или нет. Здесь вот эта долина популярна для кемперов. Люди приезжают сюда, ставят палатки и дальше исследуют здесь все, что хочешь. Почему я думаю, что я могу не успеть? Потому что сейчас у меня уже 4.30, что подниматься еще метров 500. И мне же еще возвращаться. Мне еще возвращаться сюда до Кампа, а потом отсюда от Кампа 7,5 километров до машины. То есть реально как бы еще прилично. Процесса, конечно, нереальная. Уже раз 5, наверное, сегодня повторил. Короче, да, тут такой подъем серьезный в гору. Буду, короче, бежать максимально туда. Ну как бежать? Торопиться. Потому что если я останавливаюсь и снимаю, я теряю время, я могу до туда не дойти. О, дошел до станции 4. Станция 4, смотрите. Субальпийские луга. В субальпийском поясе на высоте 1700-2400 метров растительность весьма разнообразна. Преобладают высокотравья, кустарники, редколесье и криволесье. У меня показывает, значит, высоту, видно вам, 2081 метр. Борщеви... Короче, вам интересно вот это, что тут преобладает? Вот тут, в принципе, видно в округе, что преобладает. Я набегал здесь уже с десяточек километров по горам туда-сюда. И я могу вам сказать следующее. Недавно, когда мы покоряли Fossil Rock, это скала ископаемых в Арабских Эмиратах, там скала небольшая, поднимаешься где-то на 500 метров, но там ты поднимаешься на бархан. Посмотрите мой выпуск Hiking в Дубае, да? Когда поднимаешься по песку, и там наклон больше 50 градусов. И очень чувствительно, очень тяжело подниматься, потому что ноги постоянно проваливаются в песок. Здесь пока вот я как бы... Вообще прям кайф, прям кайф. Конечно, ножки подзагрузились чуть-чуть, но с удовольствием. Еще хочу сказать, что когда я кушал в Белочке, зашел мужчина, и он сказал, что поднимаясь на водопады, там камни идут, и у него жена или выдвихнула ногу, или сломала. Ну, в общем, идти не может, теряет сознание. И он сам спустился, и вызвали спасателей, чтобы оттуда ее эвакуировать. Поэтому имейте в виду, что насколько бы простой, легкой не казались тропы горные, всегда нужно иметь контакты каких-то эвакуаторов, спасателей, знать вот это дело. И телефоны, кстати, у меня телефон не ловит, когда я хожу. То есть если что-то случится, дозвониться никому я не смогу. У меня начался прямо сейчас какой-то нереальный подъем, я на высоте 2,242, жестко. Короче, отключаюсь, погнал, я поднимусь туда, наверх, и отрапортирую вам, как у меня дела. К озерам идут две тропы. Первая тропа, которую я выбрал, она является самой популярной, и ведет мимо водопадов Ак-Айры, к перевалу Иркис. Тропа эта известная, видная, но при этом достаточно тяжелая, и набрать придется более 1 километра высоты. Самый лучший вид на озера откроется, если вы подниметесь на гору Мингикельбаши, в переводе с тюркского гора тысячи озер. Мои мягкие тропки постепенно сменились на камни. В конце путь уже весь из камней нужно взбираться. Сердце колотится, пульс уже за 160, поэтому приходится притормаживать, идти достаточно медленно, не гнать никуда. Да, не просто, ребята, я вам скажу. Высота у меня показывает сейчас 2,559. Софийские озера лежат на высоте 2830 метров между тремя горами. К озерам идут две тропы. Когда вы будете подниматься к озерам вдоль вашей тропы, вы будете видеть небольшие ручьи и речки. Вода здесь очень чистая, и вы можете смело пить. В самих озерах можно купаться, но будьте готовы хорошенько освежиться, потому что вода здесь ледяная. Многие поднимаются к озерам и остаются там с палатками, но будьте готовы, что температура ночью может падать до 0 градусов, поэтому нужно иметь с собой теплую одежду. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»